Физики Казанского федерального университета установили причину разрушения покрытия оптических волокон. Ими был изучен ранее неизвестный механизм деградации защитного углеродного слоя. Подробнее в нашем следующем сюжете. Предыстория этого научного исследования такова. Один из крупнейших производителей оптических волокон, американская компания ОФС, столкнулся с проблемой нарушения герметичности защитных углеродных покрытий. Для решения этой проблемы компания обратилась к группе под руководством Сергея Харинцева, профессора кафедры оптики и нанофотоники Института физики Казанского федерального университета. Вообще сами по себе оптические волокна, они используются в телекоммуникациях, допустим, для передачи информации по сети интернет, в медицинских приложениях, а также в качестве сенсоров для измерения температуры, механических напряжений для измерения давления. Оптическое волокно – это тонкая нить из кварцевого стекла, которая позволяет передавать информацию с помощью света. Принцип передачи основан на эффекте полного внутреннего отражения света. На практике волокно зачастую используется в агрессивных условиях, подвергаясь воздействию высоких температур и давлений. Эти факторы приводят к росту оптических потерь. Для решения этой проблемы производители покрывают волокно защитным углеродным слоем. Видно, что диаметр этого оптического волокна с углеродным покрытием сравним с толщиной человеческого волоса, а само по себе защитный слой имеет толщину всего лишь 10-100 нанометров. Начиналось все здесь, в этой лаборатории. Светлана Сапарина и ее научный руководитель профессор Сергей Харенцев поставили перед собой цель – выяснить, почему все-таки ухудшаются защитные свойства углеродных покрытий. В процессе работы с аморфными углеродными нанопленками физики обнаружили необратимое увеличение электрического сопротивления при многократных циклах их нагрева и охлаждения. Это позволило сделать вывод, что причиной разрушения защитного слоя является обогащение дефекта в структуре углерода молекулами воды. Важно отметить, что результаты исследования позволили компании ОФС оптимизировать технологию производства оптических волокон. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok